всем привет это подкаст купил крипту что дальше в котором я кирилл фролов и мой соведущий дмитрий климченко рассказываем о том как составить мнение о криптовалюте с нуля и каждый выпуск мы погружаемся в самые глубины криптовалютного мира и отвечаем на важные тематические вопросы этот подкаст мы пишем в студии red barn вместе со спонсором сезона мониторингом обменников best change сегодня мы поговорим о том где вообще хранить крипту как не потерять крипту как правильно хранить какие кошельки бывают как они менялись да вспомнить с тобой немного истории и вообще какими они станут будущем предположим на самом деле да один из самых животрепещущих вопросов крипте это разумеется а где эту самую крипту это хранить причем есть очень много мифов которые построены вокруг но наверное не знание людей о том как работает блокчейн например кстати один из моих любимых мифов это о том что на ваших холодных кошельках хранится криптовалюта для тех кто вдруг не в теме на ваших кошельках холодных никогда и никогда не будет хранится крипта она там не хранится но это так за травочка сша она кстати на горячих то не хранит она и на горячих я так полагаю это больше про миф это к тому что люди вообще не понимают что вот эти все ваши метамаски все ваши при том да почему они не наши все ваши метамаски раби воли ты фантомы и так далее это не криптовалюта это лишь оболочка для взаимодействия с блокчейном вот и все тоже важно наверное понимать такой момент да это как интерфейс в банке по большому счету то есть ты открываешь приложение тинькофф там видишь свой счет но на самом деле в твоем приложении не хранятся деньги там лишь хранятся цифры в крипте в принципе только цифры мы видим виртуальные это верно реальных денег здесь нет ребят слушай но на какие вопросы мы будем отвечать прямо сейчас давай начнем наверное вообще в целом с определения кошельков какие они бывают максимально просто распределим на горячие и холодные суша ведь можно распределить их на кастодиальные и не кастодиальные кстати ну наверно по поверхности они все равно делятся на горячие холодные а потом уже внутри горячие делятся кастодиальные не кастодиальные да холодные они там бывают уже аппаратные не аппаратные и так далее давай начнем с горячих расскажи пожалуйста что такое горячие кошельки горячий кошелек не значит что ты об него можешь обжечься да вот с такого я каламбура ночной. В общем, наши кошельки и ваши криптокошельки можно базово разделить на два разных вида. Это горячие и холодные кошельки. Горячими кошельками называются те кошельки, которые у вас, грубо говоря, постоянно имеют доступ к интернету. Например, это всякие софт-кошельки по типу Metamask, по типу Trust Wallet, если не ошибаюсь, и очень много каких-то местечковых блокчейновых кошелечков. В свою же очередь, холодные кошельки — это те кошельки, которые не имеют доступа к интернету. Очень часто, кстати, их можно видеть в различных форм-факторах, например, в виде флешек, карточек, каких-то определенных девайсов. Они всегда отключены от сети и подключаются только тогда, когда вам нужно непосредственно с вашей криптовалютой поработать. И у каждого из них, разумеется, есть свои плюсы и свои минусы. Более того, каждый из этих видов кошельков сегодня развивается, потому что рынок большой, спрос тоже большой, и поэтому всегда приходится разработчикам и холодных, и горячих кошельков постоянно выкатывать какие-то новые приколдесы, новые фишечки. Но об этом, наверное, чуть-чуть далее. Ну и да, и, наверное, кастодиальные и некастодиальные. Стоит сразу же дать людям понимание вообще, что такое кастодиалка, некастодиалка, для того, чтобы дальше мы говорили про безопасность кошельков. А ты расскажешь? Да, конечно. Хорошо, Кирилл, расскажу, что же такое кастодиальный и некастодиальный кошелек. Кастодиальные кошельки – это те кошельки, если очень просто говорить, к чему вы не имеете доступ к приватным ключам, к ситфразам. То есть, например, создавая кошелек на бирже, он у вас будет кастодиальный кошелек. Вы, когда на бирже создаете аккаунт себе, вы же не получаете доступа к приватным ключам вашего кошелька или к ситфразам, и случись, что с биржей, вы больше эти деньги никогда не вернете. В отличие от некастодиальных, это, например, вы устанавливаете себе Rebi Wallet. При установке этого кошелька расширение у вас дается ситфраза, или потом вы можете вытащить приватный ключ. Вы это сохраняете обязательно себе, и случись, что с Rebi Wallet, вы можете потом спокойно взять эту ситфразу и вставить ее, например, в MetaMask, ну или наоборот, и снова получать доступ к своим средствам. Вот это основная разница. То есть, кастодиальные кошельки – это не ваш кошелек, не ваши деньги. Вот так вот можно запомнить навсегда, и вот это кастодиалка. Да, это, наверное, одно из золотых правил крипты – не ваш кошелек, не ваши деньги. Еще кастодиальные и некастодиальные можно в двух словах описать. Кастодиальные – это тот, который отвечает за ваши деньги, хранит, и, по сути, это посредник между вами и вашими деньгами. А некастодиальные – это тот, где вашими деньгами управляете вы, и посредника по большому счету нет. Ну, по крайней мере, так должно быть в идеальном мире, наверное. Но мы живем в нереальном, поэтому здесь есть нюансы. Да, и везде есть свои тонкости, и о них скоро вы узнаете. Ты помнишь вообще, как появились первые криптовалютные кошельки, и какой самый, наверное, непривычный, как ты считаешь, кошелек для людей? О, это хороший вопрос. Я, как старый динозавр, скажу вам. Я вот что делал в, значит, в 2018 году, то же самое я делаю прямо и сегодня. Да, для меня базово существуют только два кошелька. Ладно, скажем, три. Во-первых, это моя флешка, позже поймете, почему. Второе, это Bitcoin Core, и третье, я юзаю Metamask. Еще ладно, четвертое, мы будем говорить про централизованные биржи, которые хранят нашу крипту, но туда я никогда не завожу много денег, потому что, как мы с вами прекрасно знаем, и по бирже FTX, и еще по некоторым другим более мелким биржам, очень часто ваши деньги могут улететь в никуда, и вы будете ждать, когда же вам их вернут, и, надеюсь, что дождетесь. Собственно, да, для меня существует вот базово три варианта. Из горячих кошельков это Metamask, а из холодных кошельков, ну, наверное, это просто моя флешка, на которой хранится ситфраза. И, пожалуй, это все. И я думаю, кстати, самые первые криптокошельки выглядели примерно как листок бумаги, наверное, то есть на которых люди просто записывали свою ситфразу. По большому счету, это и был тот самый холодный кошелек, который никогда не подключается к интернету. Но, кстати, первыми криптовалютными кошельками могли бы также быть и какие-нибудь старые ноутбуки, на которых бы хранилась, опять же, хранилась ваш ситфраза, из которой вы никогда не выходили бы в интернет. И, кстати, почему я так часто говорю про интернет, мы, опять же, позже поговорим об этом, когда будем говорить о безопасности. А какие первые криптокошельки, помнишь, ты, Дим? Вот я как раз их тоже, вот именно из нетипичных, непривычных для людей кошельков, действительно, записать ситфразу или приватный ключ на листочке бумаги, это уже можно считать холодным кошельком. Вот, просто немногие приписывают ему это понятие бумажным листочком. А из горячих у меня, кстати, я полностью перешел на RabiWallet в декабре 2023 года, потому что он когда появился... В 2021, да, в 2021 год. Максимально кривой был, вот. И сейчас он, наконец-то, допилился до состояния того, что им можно полноценно пользоваться. Я метамаском пользуюсь только тогда, когда сайты глючат и RabiWallet там не подключают. Вот, ну, вообще... Впахни отзыв по RabiWallet. Опиши в трех словах. Самый лучший EVM. Все. В трех словах. EVM, кстати, не все знают, что это такое. Это вычислительная машина эфириума, да? Да, эфириум virtual machines. Если что, вот все эти метамаск, RabiWallet и так далее, то есть все, что, очень грубо сказать, надстройка над эфиром, все, что у них работает, это все EVM-кошельки. То есть, например, блокчейн Solana – это отдельный кошелек, да? А у метамаск он там поддерживает и оптимизм, и арбитрум, и эфир, и другие всякие сети, которые, на самом деле, отдельными блокчейнами не являются. Они лишь EVM-овские сети. Для тех, кто думает, что на метамаске, как и на одном из самых популярных горячих кошельков, можно хранить биткоин, то, дорогие друзья, это не так. Блокчейн, биткоин не работает на EVM, то бишь на метамаске. Поэтому биткоины на метамаске вы хранить не сможете. Да, для этого существует, кстати, тоже такой отдельный момент. Это мультивалютные кошельки. То есть, мультивалютные кошельки – это что? Это типа Trust Wallet, да? Вот как ты называл уже, это OKX Wallet, например, он у меня основной мультивалютный кошелек. Это как раз таки там, где ты можешь прям внутри одного кошелька переключать сети и как раз таки хранить. И Solana, и биткоин, и EVM различные сети. И вообще все остальное, все-все-все в одном месте. Вот, удобно. Так совпало, что буквально дня три назад я проводил мастер-класс для своих учеников по курсу моему. И у нас была как раз таки тема по криптовалютным кошелькам. И я когда демонстрацию делал, я осознал, что у меня установлено 28 расширений в браузере. И все это различные криптовалютные кошельки. Я прямо сейчас сижу, считаю свои кошельки, и у меня тут получается раз, два, три, четыре всего, и при этом я пользуюсь только одним. Я пользуюсь девятью. Девять у меня включено постоянно, а 28 лежит всего в моменты, когда нужно там их подключать. Я обомлел, насколько на самом деле огромный мир. Я вспомнил, насколько он проблемный для новичков особенно, потому что когда ты входишь, вот сначала тебе надо понять, что такое, сначала с эфиром-то разобраться, а потом тебе еще куча других кошельков, и непонятно, куда с какого переводить и так далее. Вообще жуть. И вот по поводу вот этого всего многообразия, да, и ты затронул, что ты не хранишь основные средства на бирже, да, говорил? Нет, конечно, нет. Слушай, вот как раз таки скажи, где ты хранишь деньги основные? Где деньги? Скажи нам, приватный ключ свой мы разыграем среди слушателей? Да, сейчас мы разыграем мою сетфразу. Где я храню свои деньги? Я храню их на Тинькове, да, просто в приложении Тиньков. Если же мы с вами говорим про всякие цифровые приколы, по типу криптовалюты, то здесь все хранится в зависимости от моих потребностей. Но это точно никогда не централизованная биржа. И, кстати, прямо сейчас, в данный момент, я думаю, мы подошли к той точке, где нам нужно объяснить, а по каким принципам стоит новичкам подбирать горячие и холодные кошельки? Потому что это один из первых вопросов, в котором новичков появляется. Так как я являюсь динозавром и буду говорить вам языком 2018 года, я склонен считать, что мои слова будут неактуальными. Но вот прямо сейчас у меня вот под рукой, если вы услышите, лежит кошелечек Танджем на две карточки, потому что я скоро буду на него делать обзоры. Скоро, кстати, еще придет сейвпол. Но пока я не могу сказать за эти кошельки, в том-то и суть. Поэтому я бы, на самом деле, тут постанул тебя, как человеку, у которого 28 горячих кошельков, у моих четыре вообще ни в какое сравнение тут не будет. Да, слушай, ты еще когда сказал биткоин-кор, я такой, господи, какой ты старый. Старый, зачем тебе это нужно вообще жить? Так я же биткоин-максималист. Ой, а я эфир-максималист. Вот мы и поссорились. Мы такие разные, но все-таки они вместе. Все-таки вместе, да. Значит, разделим кошельки следующим образом. Разделим их просто на три типа. По поводу хранения я сейчас хочу поделить типы. Биржевые кошельки. Это кошельки горячие, это кошельки холодные. Вот, это все, что вам нужно понимать по поводу, где что хранить. На биржевых кошельках быстренько мы храним только те средства, которые нам нужны для постоянных торговых всяких моментов. Купил, продал, вы трейдер или там по техническому анализу, по фундаменту, неважно по какой причине. Главное, что вы на бирже не храните свои средства, потому что, как мы уже с Кириллом обсказали, вы можете проснуться. Привет, FTX передаем. Сэм Бейкман-Фрид. Привет тебе тоже, если ты нас слушаешь. Вот, и биржи больше не существуют. И денег в ваших тоже. Сидит по тюремному радио, слушает. Да, 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 я уверен, он слушает наш подкаст. Вот, и поэтому на бирже мы деньги не храним, как именно просто так лежали. Именно для чуть-чуть торгуете. Супер, все. Дальше переходим к горячим кошелькам. На горячих кошельках мы тоже с вами большие объемы, что, правильно, не храним. Почему? Потому что есть огромное количество скамных дрейнеров, вирусов, возможности вас заскамить. Передаем привет недавнему слуху, как это вроде оказалось, что якобы в iMessage там могут... А, или в Телеграме, в Телеграме, да, автозагрузка файлов вот была буквально на той неделе. Рекомендовали отключить. TrustWallet еще выложил в Твиттере у себя уведомление, что отключайте загрузку файлов, потому что внутрь файла вы даже не открывали этот файл, вам уже загружают какой-то дрейнер. Дрейнер, это если очень простым словом, это вирусняк вам цепляют и могут деньги увезти. Либо невнимательность. Короче, есть огромное число способов, как вы можете из горячего кошелька потерять свои средства. Поэтому на горячих кошельках мы точно так же храним только те средства, которые нам нужны уже там для других активностей. Если, например, на бирже мы торгуем, то на горячих это обычно там какие-то ретродропчики, NFT-шки и прочее, прочее, прочее. Вот. А вот остальной объем средств, вот ту самую подушку безопасности или что-то, мы храним на холодных кошельках. Вот у тебя Tangem. Я, кстати, Tangem никогда не пользовался, абсолютно не нравится. Странно, что он продается еще в NVIDIA. У меня почему-то сразу к нему недоверие после этого пошло. У меня с 2018 года в декабре я купил себе самый первый SafePal S1. И у меня недавно пришел еще SafePal X1. Это больше как калькулятор, как будто. Вот я ими до сих пор пользуюсь. Это только для того, чтобы раз в полгода выйти, что-то там купить именно крупное по жизни или вывести деньги для именно жизненных моментов. Там основная масса средств лежит. Но, кстати, я в ближайшее время, я жду, жду, когда 1K, есть такой, это Apple из мира криптовалютных холодных кошельков, вот, аппаратных. Я хочу 1K Pro у них как-то должен анонсироваться ближе к лету. Я вот буду переходить на него. То есть впервые с 2018 года я перейду на новый аппаратный кошелек. Вот как-то так у меня это выглядит. И знаешь, я думаю, что тут можно дать какое-то процентное сравнение тех средств, которые лежат на горячих, на холодных и на биржах. Вот так вот под денежком, по процентам. Давай порубим. А ты можешь проценты порубить сам? Я думаю, что да. Смотри, всегда. Если у вас, допустим, просто какая-то стабильная ситуация, и вы хотите поторговать на рынке, то с холодного кошелечка вы выводите те средства, с которыми будете работать в ближайшее время. Однако, если у нас период горячих активностей, я думаю, что имеет смысл около 80% хранить на холодном кошельке, около 15% хранить на горячем кошельке, и 5% или меньше, кстати, хранить на централизованных биржах. Причем централизованные биржи не имеют значения, какая она. Большая, маленькая, серьезная, несерьезная. Нет, значение имеет, но просто большие биржи тоже не обходят такие ситуации. Не только как биржа заскамилась или просто перестала работать, не мошеннические биржи, а просто банально, что у вас могут быть сложности, допустим, даже с выводом ваших денег. Условно, вы хотите перегнать что-то на биржу Binance или на Okix, и после этого вы вдруг думаете, нет, Okix мне не нравится, я переведу, пожалуй, на Binance. Если вы новичок, то вы столкнетесь с такой ситуацией, что у вас при регистрации аккаунта будет 24 часа запрещен вывод, и вы можете попасть в очень неудобную ситуацию, потому что деньги нужны вам сейчас, а биржа их заморозила. У биржи права на ваши деньги, а у вас никаких прав по большому счету нет. И даже с Binance крупной биржей бывает такое, что ты обращаешься в службу поддержки, и при этом тебя просто игнорят. Во-первых, тебе будут писать назойливые боты, которые ни черта не соображают, а во-вторых, тебя это будет очень сильно бесить, потому что человеческую поддержку ты найдешь, ну, скажем, в процентах, может быть, 10 случаев только. И вот говоря про проценты, опять же, 80-15-5. Примерно такая ситуация, как я ее вижу. Слушай, я просто почему спросил, можешь ли ты про проценты первую рассказать, потому что я услышал, что ты имел в виду. Я просто под словом «хранение», вот как ты задал вопрос, сколько процентов хранить, я под словом «хранение» подразумеваю деньги вот именно на накопление, на сохранность. И поэтому в моем случае хранение 100% на аппаратном кошельке. Все, 100% хранение. Если мы говорим про биржевые или горячие кошельки, то тут уже дело не о хранении, дело про риск-менеджмент. То есть у меня там лежит столько денег, сколько я использую для своих нужд. Я там ничего не храню. Все, что там есть, я куда-то пихаю. Дорогие слушатели, одно из золотых правил крипты, да и, в принципе, финансовой грамотности, это умение вести риск-менеджмент. Если не знаете, что это, рекомендую загуглить. Поможет вам не только в инвестициях, но и, в принципе, в вашей жизни. Несмотря на повышенную популярность крипты в современном мире, у людей все еще возникают вопросы. И отвечать на них мы будем в рубрике «Это база», где разбираемся с самыми распространенными вопросами о криптовалюте. Можно ли принимать оплату криптовалюты в России? Ну, с одной стороны, криптовалюта в РФ легализована. В 2021 году приняли закон о финансовых цифровых активах, которые регулируют криптооперации на территории страны. А с другой стороны? А с другой стороны, по закону, это не деньги, а имущество. Компании и ИП могут вкладываться в крипту как в актив, но продавать товары и услуги могут только за фиат. То есть принимать оплату криптой внутри РФ все еще нельзя. Например, отечественный софт или бойлер за биткоин не купишь. При этом в законе нет запрета на перевод крипты с кошелька россиянина на кошелек иностранца. Если вы приобретаете товар в стране, где цифровая валюта считается полноценным платежным средством, например, в США, Германии или Японии, все в порядке и легально. Давай подытожим. Что тогда можно делать с криптовалютами в России? То, что обычно и делают с имуществом. Владеть ими, покупать, продавать, копить их и инвестировать в них. А чтобы делать это, нужно знать, где находятся проверенные обменники. С этим вам поможет BestChange. BestChange – онлайн-сервис, который бесплатно находит обменные пункты с выгодными курсами. Уже 16 лет он мониторит рынок цифровых валют, анализирует изменения и актуализирует информацию о текущих курсах. Специалисты сервиса лично сравнивают сотни обменников, чтобы включить в базу проверенных пунктов лучшие из них. Пользоваться BestChange просто. Заходите на сайт и выбирайте направление обмена. Сервис найдет подходящие пункты. Вам останется только совершить операцию. Если будут вопросы, круглосуточная поддержка ответит на любой. С BestChange вам не придется тратить время на поиск обменников, а операции с криптой станут быстрее, чем когда-либо. Обезопасьте себя. Ссылка в описании. Слушай, Дим, а вот если посмотрим на новостной фон. Помнишь, 2022 год? Сколько было слов о том, что горячие кошельки могут заблокировать? Кстати, откровенно говоря, будет справедливо сказать, что и про холодные кошельки то же самое говорили. И были интересные прецеденты, о которых мы тоже поговорим. Но вот скажи мне, почему горячий кошелек сегодня в 2024 могут заблокировать? И могут ли в принципе это сделать? Давай мы чуть объединим тему. Дальше я буду говорить про горячие кошельки, объединив как и кастодиальные кошельки биржевые. То есть горячие кошельки дальше будут как и биржевые, так и просто горячие кошельки типа расширения, метамаск и так далее вместе. И вот если мы говорим про это, то 2022 год действительно, когда биржи начали в связи с политическими моментами ограничивать пользователей и говорить уходите с нашей биржи, потому что у вас потом не будет возможности пользоваться этими деньгами. То есть как уже ты сам тоже сказал, криптовалюта на бирже – это не ваша криптовалюта. Она вам не принадлежит. И действительно вот здесь могут заблокировать, как бы кто там идеологически не верил, что крипта – это за децентрализацию. Мы с тобой обсуждали это в одном из подкастов. Цексы – это все, что централизованный эксчендж, централизованные биржи – это не про идеологию крипты. Это точно такой же регуляционный аппарат, так или иначе, который рано или поздно по определенным политическим моментам может вас ограничить и забрать ваши средства или просто соскамиться. Легко. То есть, да, здесь уже есть прецедент, здесь есть понимание, почему такое может произойти. Почему может произойти с горячими криптовалютными кошельками типа метамаск и так далее, да не может этого произойти. А вот эти слухи 22-го, 23-го тоже года, когда все начали паниковать, боже мой, надо уходить с метамаска, он сейчас перестанет у меня в РФ работать или что-то, это паникуют только те люди, которые технически не понимают, как работает внутренний мир криптовалюты. Вот именно техника. Перестать работать может только RPC, но устанавливайте другой RPC и все. Метамаск – это не ваша крипта, как я уже сказал. Метамаск – это лишь оболочка для взаимодействия с криптой, и именно само приложение никаким образом не может вас ограничить ни по IP, ни как-либо иначе. Вот и все. Там USDT, кстати, помнишь, тоже были слухи якобы USDT сейчас перестанет. Да, да, было бы. Ну, ребят, ну, вопрос, короче, в техническом понимании. Вот и все. Такого не может произойти. Кстати говоря, про USDT в ручном режиме-то они вполне могут заблокировать ваши адреса. И мы не раз уже такое видели, когда там и различных террористов, и различных мошенников USDT, сотрудничая с различными правоохранительными органами, они просто блочили кошелечки. И такие новости периодически появляются. Однако, говоря про Метамаск, я тут соглашусь, заблокировать в как бы таком прямом смысле вашу крипту может абсолютно никто. Если мы, конечно, не говорим про какие-то централизованные блокчейны. На децентрализованных блокчейнах такая ситуация пока еще никогда не происходила. Что будет с нано-компьютерами когда-нибудь, мы еще посмотрим. Но пока что такая ситуация математически невозможна. Слушай, а у тебя вообще блокировали уже хоть какой-то биржевой кошелек? Да, блокировали. Ой, что делал? Расскажи. Как подтвердил, что ты это ты, отдайте мои деньги? Никак, никак, чувак. Мы, короче, гоняли какой-то определенный объем средств с одной биржи на другую. Ну, и по определенным причинам нам нужно было сделать такое движение. И в какой-то момент Binance сказали, подожди, братан, стой, давай-ка мы твои денежки подморозим, и ты нам возьмешь и пройдешь, значит, QIC. Ну, подтвердишь его второй раз. Мы такие, да не вопрос. И тут понимаем, что человек... У нас было много аккаунтов, и человек, которому принадлежит этот аккаунт юридически, так сказать, он немножко отсутствует вообще в информационном поле. Он уехал вообще в глухой лес и решил там жить такой жизнью, что до него не дозвониться. Мы его не можем найти. А там 10 кусков баксов с 21 года висит. Так что вот стоит понимать, что в таких ситуациях, да, ты бабки не можешь вывезти, хотя у тебя есть все пароли и прочее. Просто биржа говорит, что не-не-не, братишка, мы без вот твоего подтверждения QIC ничего тебе не получится. Слушай, были всякие такие, знаешь, мелкие мерзкие блокировки по типу на 24 часа, или вот напишите вот это, или пришлите вот это. Но в целом так, чтобы прям массово, серьезно что-то заблокировать, благо не было. Но я, опять же, придерживаюсь риска менеджмента, я не храню на централизованных биржах ту сумму, которую я не был бы готов потерять. Вот примерно такая ситуация. Я сейчас пытаюсь вспомнить по поводу своих блокировок. Если честно, я перестал пользоваться биржами в масштабном каком-то режиме, вот начиная с марта 2022 года, я полностью ушел почти в DEX, биржи часа такие частичные, и я с блокировками давным-давно не сталкивался. Вот я, наверное, с ограничениями. Вот как ты говоришь по кису, да, покажите свое лицо, потому что там массовые выводы, когда делаешь, особенно в ретродропных активностях, тебя могут ограничить, пока ты заново не подтвердишь, что ты это ты. Это да, просто светишь своим лицом и все. О, я вспомнил, я недавно столкнулся с ограничением. Я нашел свой старый OKX аккаунт, вот, решил туда зайти. Там валялось около 30 или 40 тысяч долларов. Я думаю, нифига себе, дай-ка я их выведу. Чирик в куртке нашел, дай-ка я их выведу. Начинаю выводить, он говорит, смс-код скажи. Я такой, в смысле смс. Захожу, а там еще абсолютно старый телефон, которого у меня давным-давно уже нет. И я такой, вот это печаль, и что делать? Ну, и в итоге неделю я потратил на то, чтобы связываться со службой поддержки, выйти с ними на созвон. На моем let me speak from my heart английском пообщался. И в итоге, да, все нормально, сняли ограничения, поднялся старый акк, денежки есть и все. То есть ограничения обходятся легко. А вот именно блокировка, я даже не помню, когда сталкивался. Но, но, мы же с тобой прекрасно знаем. То есть, может быть, мы с тобой такие умные и знаем, как обходить подобные способы? Как сделать так, чтобы тебя не заблокировали? Малые суммы. Но, опять же, блокировка и ограничения. Видишь, ты их разделяешь. Я же, как человек такой, как собственник, меня даже ограничения смущают. Я называю ее блокировкой. Говорить о том, что нужно делать, чтобы тебя не заблокировали, да порой даже просто тебя могут выбрать, и все. Дорогие друзья, дорогие слушатели, Мы сейчас рассказываем про свои кейсы, про вот эти свои мелкие печали. Но представьте себе ситуацию. Просто войдите в нее. Вы говорите человеку, сегодня я тебе переведу, ну, пускай будет 2000 долларов. Вы понимаете, что на бирже у вас есть какие-то определенные средства. Вы идете на эту биржу, и тут понимаете, что по какой-то причине у вас средства, как Дима выразился, ограничены, ограничен вывод. И вы начинаете работать с этой ситуацией. Вы пытаетесь найти причину, пойти в службу поддержки. И по итогу проходит день, вы уже свое слово не сдержали. И дальше у вас начинается кутерьма длины в неделю. Но вот такие ситуации могут случаться крайне часто. Очень часто люди сидят и рассказывают свои истории о том, что вот меня заблокировали вот здесь, вот я не могу вывести вот так вот. И такие вещи растягиваются на неделю, потому что клиентов много, а служба поддержки работает не всегда так хорошо, как этого хотелось бы. Ну а как избежать блокировки, не могу сказать. Не могу сказать, потому что тут сейчас ситуация юридически очень сильно меняется. Я хотел бы откровенно дать большой и серьезный ответ на этот вопрос, но не все юристы даже могут объяснить до конца, как именно избежать эту блокировку. Я тогда помогу. У Димы есть опыт. Ведь для этого нас здесь двое, чтобы помогать друг другу, понимаешь? Прямо сейчас мне нужна твоя поддержка. Значит, ограничения, повторюсь, легко снимаются. Ограничения это просто за какие-то массовые или подозрительные действия на вашем аккаунте, в ретродропных активностях. Кто понимает, о чем я сейчас говорю, вы постоянно с этими должны и будете сталкиваться. Как избежать блокировки? Самая главная причина, вам нужно понимать чистоту средств, которые вы получаете на свой аккаунт. Что такое чистота средств? Тоже немногие знают, но у каждой криптовалюты есть АМЛ, кажется, рейтинг, если не ошибаюсь, он называется именно так, который определяет чистоту средств. То есть, чтобы они не были где-то замешаны в отмыве по разным кошелькам и так далее. Потому что в блокчейне очень много пометок, что там какой-то кошелек грязный и так далее. Оттуда средства не принимать. И когда вы получаете средства с какого-то, допустим, USDT вы получили, из какого-то помеченного как уже мошеннический или отмывочный кошелек средства и закидываете их на биржу, биржа это тоже анализирует. Она видит, что там, например, на 100% грязные деньги пришли на их биржу. Это репутационные издержки. Вам, скорее всего, заблокируют аккаунт и средства в этом плане не вернут, если вы там очень глубоко не подтвердите, что откуда, как, чего пересылали. Но так как мы тоже с тобой в одном из подкастов определяли, что криптовалюта, из-за того, что это серая сфера, здесь никакого регуляционного момента нет. Никто вам не поможет. Следовательно, пройдите деньги, можно забыть. Как проверять чистоту средств? Если вы пользуетесь не какими-то доверенными ресурсами, но есть специальный бот и специальные сервисы, которые показывают вам именно чистоту кошелька, откуда будут переводиться средства. И даже если чистые средства попадут на грязный кошелек, эти средства станут уже грязными с пометкой. Вот это, наверное, основная суть, как на бирже именно блокировки, вот в грубом его понимании, избежать. Как-то так. Хорошо, тогда у меня к тебе вопрос встречный. Вот скажи, есть же у нас публичные кошельки. Например, кошелек Виталика Бутерина знают все. Ну, по крайней мере, те, кто следит за Виталиком Бутериным. Что мне мешает взять грязную крипту и скинуть ему, тем самым заблокировав средства Виталика Бутерина навсегда? Ведь, судя из того, что мы сейчас узнали, отмыться нельзя. Получается, что вся крипта на кошельке Виталика Бутерина будет заражена, а у него там как бы не 5 баксов лежит. Ну, это тоже не так все работает. Нельзя просто 1 доллар грязный скинуть, и весь кошелек абсолютно станет грязным. Да, это все в процентном эквиваленте. Ну и плюс Виталика, мы должны же понимать, есть обычные криптоны, а есть криптоны уже типа Виталика Бутерина. И навряд ли Виталик Бутерин переведет свои 1000 долларов на какую-нибудь биржу КХ, она ему скажет, мы тебе заблокировали, Виталь, извиняй, грязные деньги. Так он же недавно заводил средства на какую-то биржу, был случай. Нет, я имею в виду, что навряд ли не то, что он переводит деньги на биржу, а навряд ли, что биржа скажет, что Виталия Бутерин мы тебя считаем отмывочным человеком, мы тебе просто заблокируем аккаунт. Вот, это немного не так работает. Виталия Бутерина знает так много людей. А теперь прикинь, да, вот там Кирюха Криптус или Димаз и все, тоже как-то раз засветил свой кошелечек, и потом на него просто 1000 баксов скинули грязных, и все, а как бы мы не Виталики Бутерина. Знаешь, что я люблю говорить? Самые классные идеи, они всегда находятся на поверхности. И вот такую идею на поверхности, которой ты сейчас говоришь, мало кто вообще дойдет до такого, и кто будет делать специально, чтобы грязнить чужой кошелек. Ну, окей, знают мой или твой кошелек. Окей, кто-то наш недоброжелатель скинет нам 100 долларов. Во-первых, спасибо за 100 долларов, которые он переведет. Если у вас есть грязные деньги, ребят, кидайте их на мой кошелек, я не против. Они пойдут в Торнадо Кэш. Да, кстати, не знаю, работает до сих пор или нет. Кстати, да, не пользуйтесь миксерами различными, типа Торнадо Кэш, потому что это тоже грязнит ваши средства. Так вот, нам закинули деньги. Так и чего? Ну и ладно, пусть они у нас лежат на кошельке. Да, у нас рейтинг кошелька уменьшился. Но эти мы деньги можем и абсолютно по разным способам. То есть сам страх мы потом, чтобы эти деньги как-то на биржу не заводили. Так мы и без биржи ими сможем управлять. Делов-то. Так что это не уничтожит кошелек в обычном его понимании. Да, физически его ничто не уничтожит, потому что он существует в виде программы. Кстати, кстати, я тут недавно общался со знакомым криптографом и спрашивал, задавал ему вопрос. Расскажи, как может быть взломан горячий кошелек? Он назвал мне примерно три причины. Прежде чем я их назову, давай посмотрим на совпадение, будут ли у нас матчи. Каким методом можно защитить горячий кошелек, а как его можно взломать? Окей, значит, первый, самый главный способ взлома кошельков – это тупость его владельца. Факт, факт. Пускай грубо, но это правда. Да, вы не сочтите наши слушатели за грубость, но, увы, это действительно самая распространенная причина. Если мы говорим в технические моменты, ну, это дрейнер, да, вирусняк какой-то подхватил, скрытые сайлент-кликеры. Вот. Третий способ я бы назвал подписание транзакций ошибочное. Четвертый способ я бы назвал… Вот недавно, кстати, тоже волна буквально две недели назад прошла. Когда-то давным-давно мы где-то там в 2021 или 2022 году делали аппрув на транзакции, да, на типа какой-то валюте. Делали анлимитный, например, аппрув. И прошло уже там два года, и сейчас эти контракты старые взломали. И так как у вас аппрув еще с тех времен сохранился, у вас просто увели деньги. Вот буквально две недели назад пошла такая возня. Вот. Поэтому чистить нужно аппрувность. Заходите в специальные сервисы, ревок, да, это называется. Вот. И убирать старые аппрувы. Вообще никогда не давайте безлимитный доступ к токенам. Вот вы переводите там тысячу долларов куда-то, вот поставьте ограничение на перевод тысячи долларов или свапа тысячи долларов. Не надо делать анлимит. Вот. Вот, наверное, вот четыре таких основных способа я бы назвал. Мой знакомый криптограф мне назвал эксплойты, вирусы и человеческий фактор. Причем здесь вирусы можно также отнести как раз-таки к человеческому фактору, но все же мы их разделяем. Под всем, что ты сказал, я подписываюсь, у нас сейчас работает. Как социальная инженерия прекрасна, когда у тебя пытаются забрать твою сид-фразу и таким образом условно взломать твой кошелек. Подкинуть тебе вирус — тоже еще один из способов. Причем подкинуть вирус можно различными способами. Ну и, разумеется, это эксплойты. Эксплойты — такая вещь. Вот смотри, Дим, ты создаешь условно в метамаске свою сид-фразу. Правильно, вернее, кошелек. И он тебе прописывает сид-фразу. И у тебя же никогда нету полной стопроцентной вероятности, что эта сид-фраза не была записана условно... Ну, я не говорю про экранку, допустим, и какой-то вирус ее не скушал, а прям сам интерфейс метамаска ведь, по идее, может сохранить ее. Просто ты об этом не будешь знать. Это я говорю про паранойю, но, как сказал один из блогеров, которых я недавно смотрел, ты не параноик, ты разведчик. И вот я как разведчик могу сказать, а что если у вас же нет доказательств обратного? Это мои деньги вообще-то. Вообще у меня на YouTube-канале, если что, заходите за все, ищите, там есть подкаст с Владимиром Абовяном. Три часа отборнейшей информации по поводу кошельков аппаратных и вот как раз-таки взлома и безопасности. И вот он там говорил, что есть те самые шифропанки, которые колоссально беспокоятся, в принципе, за анонимность и вот эту всю техническую составляющую. Вот если вы параноик, если Рэби Волит будет генерировать вам сид-фразу, вы боитесь, что как-то, может быть, ее уже тут забрали у вас, то есть специальные генераторы сид-фраз, где вы можете заранее их сгенерировать, а потом уже вставлять, не создавая новые именно в оболочке. Подожди, а у MetaMask я такой функции не видел, он тебе просто выдает... А это я и не про Рэби Волит, это я говорю отдельные. Отдельные есть прямо... А, отдельные? Ты можешь отдельно в отдельном сервисе, который только для того, чтобы сгенерировать тебе сид-фразу. А потом ты уже идешь и в Рэби Волит или MetaMask, или неважно куда, ты ее просто вставляешь, как будто как импортированную. То есть ты не создаешь внутри приложение, вот как раз-таки где ты параноишь. Да, то есть получается из того, что сказал Дима, я могу сделать два вывода. Во-первых, если вы такой же разведчик, как и я, то вы можете пойти и найти кошелек, который не будет генерировать для вас сид-фразу. А еще вы сможете проверить его, если уж вы настолько упорны в этом, то можете пойти на GitHub, и если у него там выложен открытый код, то даже почекать его. Или посмотреть на аудит от какой-нибудь фирмы, если она его проводила. Вот такой момент. Слушай, вот ты затронул, кстати, тему социальной инженерии, а объясни, пожалуйста, слушателям, что это такое. Достаточно сложный термин, но понятный в своем определении. На самом деле за последнее время слово социальной инженерии, она стала весьма близким людям, потому что есть в каждой сложной системе, децентрализованной системе такой фактор, как человек. И вот человека, если раньше у нас с вами взламывали какие-нибудь, условно, странички ВКонтакте, прописывая банальные там коды или типа того, или меняя код страницы, то сегодня огромные деньги фирмы выделяют на безопасность. Но при этом фирмы не выделяют огромную безопасность на людей. И многие люди либо финансово неграмотные, либо не совсем понимают, как работает тот или иной продукт, и просто их легко надуть. Да, то есть ломают людей. Людей считывают, ломают. Например, был недавно случай, я не помню, где конкретно. Офис крупной фирмы взломали, прислав бухгалтеру открытку с котиком. Она кликнула, значит, на ссылочку какую-то там, типа, хочешь посмотреть больше котиков, проходи. И по итогу с ее компа застелили вообще всю инфу. А там было достаточно, чтобы идти дальше по цепочке. Вот это называется социальный инженеринг. Кто-то узнал, что дамы любят котиков вот так вот мерзко, по-подончески взломали бедных женщин. А как защитить? Какие бы ты дал советы для того, чтобы люди защитили свои горячие кошельки, те самые расширения, метамаски, раби-волиты и так далее? Технически соблюдайте цифровую гигиену. Я оставлю, пожалуй, в Телеграме ссылочку по возможности, и в ней будет прописана, в ней будет инструкция о том, как соблюдать цифровую гигиену, так, чтобы не поймать вирусы и прочие-прочие моменты. Там просто тема безопасности, она очень обширна. Но так скажу. Во-первых, придумывайте минимум десятизначные, а лучше шестизначные пароли. Второе. Храните свою ситфразу. Не фотографируйте ее на iPhone. Не копируйте, не отправляйте ее в сохраненные сообщения в Телеграме. Не оставляйте в Google документах. Лучше запишите. Это просто увеличивает кратно. Кратно увеличивает безопасность вашего горячего кошелька. Ну, а если мы говорим про социальную инженерию, то здесь только опыт, потому что людей разводили всю жизнь, многие на этом зарабатывают, у многих на этом построен бизнес, и, соответственно, рассказать про всю социальную инженерию сейчас не получится. Есть какие-то банальные вещи, которые контрятся критическим мышлением. Да. Никогда не верьте в крипте никому на слово. Кроме меня, иди мы. Да. Нам верить можно полностью. Я, на самом деле, просто подпишусь под тем, что ты сказал. Действительно, пароль очень качественный, безопасность именно своего рабочего устройства, да, в плане каких-то сомнительных скачиваний. Торренты. Господи. Тоже буквально три недели назад, если не ошибаюсь, пошли вот эти новости, что кто-то качал фильм с торрент или какую-то программку, туда был зашит дрейнер, и до свидания. То есть пользуйтесь официальными только источниками, и все. То есть элементарные вещи, если кто-то думает, что так, что же они такого интересного скажут? Да на самом деле ничего интересного-то и нет. Все на поверхности, просто почему-то эта поверхность всем кажется максимально простой, и люди не обращают на это внимания. Вот и все. Это факт. Это факт, потому что так работает сегодня не только крипта, дорогие друзья. Вы работаете с интерфейсами. И везде есть уже проверенные временем способы втереться к вам в доверие. Например, да, вы познакомились с человеком в интернете, вы с ним будете общаться два месяца. И потом каким-то образом он попросит, допустим, я не знаю, что произойдет, но будете вы ему очень доверять, скините вы ему какие-то данные. И таким образом... Или он вам пришлет дрейнер, например. Такое может быть. Но знайте, что вы у него не единственный человек. У него далеко не первый, вы у него далеко не последний. Попутно такие люди могут обрабатывать и 6, и 7, и даже там может быть целый офис людей, которые сидят и занимаются тем, что забирают крипту у доверчивых людей, пользуясь лучшими из ваших качеств. Не позволяйте этому случиться. Слушай, а по поводу доверчивости людей... Тебе же пишут скамеры, как и мне, да? Постоянно. Сегодня три раза только написали. Как ты себя... Это я был. Это не скамер, это тебе писал я. Слушай, как ты себя ведешь со скамерами? Как ты с ними общаешься? Есть какие-то массовые скамеры, знаешь, которые приглашают тебя, словно там, пройти по ссылке. Угадайте, куда я предлагаю им пройти после этого. Причем они пишут такими шаблонами, фразами, многие из них я уже просто знаю. Многие пересылают мне голосовые сообщения, которые наговаривают какой-нибудь замечательный, томный, женский голос и говорят о том, что ты хочешь поработать с нами? Давай, присоединяйся. Ну, это вот еще один из моментов. Как? Да никак, я скамерам не отвечаю. Просто блокирую все сразу. Иногда даже вообще просто не читаю, потому что заранее вижу, что... Ну, тут просто скам. И это все. Примерно вот так вот я и работаю с ними. Блин, ну ты опытный дядька. У тебя уже есть насмотренность. Да, да. Насмотренность есть. А если мы говорим про новичков, то самый большой, кстати, распространенный способ скама в крипте именно вот среди общения, это когда вы в каком-то чате... А, два, два способа назову. Во-первых, вы заходите в чат какого-то проекта и задаете вопрос там. У меня, например, там какая-то ошибка при подключении кошелька, к примеру, вашему сайту. Вот. И вам сразу же в личку пишет якобы админ этого проекта с предложением разобраться в ситуации индивидуально. Вот. Потом вам там определенные ссылки кидают фишинговые. Вы заходите, думая, что мне же админ написал. У него аватарка стоит там, название проекта какой-нибудь. Вот. И вас забирают. Понятно, вы подключаете кошелек на фейковый сайт, и у вас забирают все деньги. Запомните, пожалуйста, дорогие слушатели, никогда в жизни вам в личку админ проекта писать не будет после того, как вы задали вопрос в чате. Все общение... Прямо сейчас запомните слова Димы, потому что дальше я кое-что вам расскажу. Давай, давай, зафиксирую историю. Дим, Дим, давай повеселим наших слушателей. Я прямо сейчас расскажу свои случаи, а потом расскажешь ты. У меня была проблема, по-моему, с кошельком. Я не помню, какой из них. Но это неважно, потому что я зашел в комьюнити и написал, ребята, привет, у меня такая-то проблема с кошельком. И тут мне... Ну, вы помните слова Димы, что никогда вам администратор первый не напишет. Мне администратор звонит. И после этого пишет. Типа, hello, там тырым-пырым. В общем, такая ситуация. How can I help you? Как я тебе могу помочь? Я говорю, подожди. Но ведь администраторы никогда не пишут. После чего он выдал фразу, от которой я чуть на пол не упал. Поэтому я и позвонил. Это было настолько наивно, по-детски и глупо, что я ж умилился с этого, господи. Какой милый скамер, а? Я ж покраснел. Мне так неловко стало за него, если честно. Я прям к кринге словил. Это было жестко. К кринг? Нет, это не то, что кринге, это крэнк был. Я прям такой, ой, господи, я тебе позвонил. А у тебя кто? У меня именно плохого скамера не было ни разу. Да, меня скамили, и 100% скама, который на данный момент у меня был, это только из-за моей невнимательности. Вот и все. Даже не тупости. То есть я понимал, что так, допустим, делать нельзя, но из-за того, что в моменте я невнимательно себя повел по разным причинам, меня заскамивали. Такого, что скамера тупого не было. Был забавный, наверное, скамер. Единственный, это вот было месяца три назад. Пишет мне человек, предлагает перейти на какую-то ссылку фишинговую. Вот, еще с таким описанием, там, классный продукт, посмотри. Я говорю, я переходить туда не буду. И какой-то тоже текст заготовленный был. И он понял, что он меня обманывает, и написал мне в ответ. А до этого он не понимал этого. Не-не-не, пора тебе сказать, он понял, что я понял. Вот так. И после этого пишет мне развернутый ответ с фразой, у меня даже где-то скриншот есть, типа, блин, короче, я не буду ходить вокруг да около, да, я хотел тебя там обмануть. Слушай, есть вот такой способ скама. Давай ты будешь людей своих переводить на эту ссылку, а я тебе буду процент с этого отдавать. То есть самый наглый в мире. Я? Ты? Конечно согласился. Дай пять. Поэтому, ребята, слушатели, если вы хотите, чтобы я вас заскамил, подписывайтесь на мой канал, я вам дам определенную ссылочку. Вот. Нет, конечно, ну это было очень, это нагло, открыто настолько, что я такой, блин, молодец. Заскринил его. Он переписку при этом даже не удалял. То есть пофигу, он не менял имя, ни переписку, ничего. Такой интересный молодой человек. И все. Вот как-то так. А это был секретный чат? Это был секретный чат? Нет, это был максимально обычный. Просто обычный чат. Там просто было бы смешно, если бы, знаешь, после этого там появился Дмитрий делает скриншот. Да, да, да. Там есть такая подпылка в Телеграм. Слушай, а раз уж мы про топы заговорили, я предлагаю этот замечательный выпуск завершить какую-нибудь крутую историю самого известного взлома криптокошелька в истории Эва. Есть у тебя такое? Если честно, я не могу вспомнить ни одного прям вот в обычного взлома криптокошелька. Я могу вспомнить очень много историй как раз таки, когда по тупости куда-то не туда кто-то отправлял деньги. Типа там один миллион долларов в эфире случайно отправили там на кошелек биткоин и раньше еще, когда не было запретов на переправку и вот этого всего или что-то наподобие. Вот что-то такое только могу вспомнить. Именно взломы я даже не помню, когда встречал. Да не взламывают кошельки. Всегда косяки происходят только за счет глупости. Я могу вспомнить историю, после тебя я расскажу, если у тебя что-то есть, самого интересного на моей памяти не взлома кошелька. Не взлома. Вот это уже интересно. Да, у меня есть что рассказать. Еще раз сделаю ремарку, что я человек старый, я человек, который пользуется вот этими костылями в виде флешек и биткоин-кор, и поэтому я очень критически отношусь ко всем новым кошелечкам. Да, у меня сейчас будет танджем, на который я буду делать обзоры и сейфпал, и я потом выскажу свое мнение, если кому интересно. Но все же, 25 мая 2023 года случился взлом криптокошелька Trezor.t, причем это сделала компания, которая никак не претендовала на его средства. Они купили этот кошелек, они его взломали вроде как даже в прямом эфире. И после этого появилась информация о том, что у компании Trezor, у них вроде как около трех лет была возможность получать доступ к твоей сейфразе, если это было нужно. Я к тому, что... А можем ли мы доверять Trezor и прочим холодным кошелечкам, ведь мы пользуемся их интерфейсом? Тут же вопрос именно, почему так произошло. Trezor, он просто использует... Как это? Есть разный способ. Есть зашифрованные именно ключи, чипы, да, зашифрованные, а есть открытого кода, открытого доступа. И вот у Trezor как раз-таки из-за этого произошел взлом. А по поводу доверия, недавно шум поднялся среди Ledger'а в очередной раз, когда они ввели облачное хранение. Слышал же? Ledger Life или что-то такое у них называется. Блин, слушай, я прям пытаюсь вспомнить, была эта тема, я вспомнил. Или Ledger Recovery, по-моему. Да, что такое, да. И вот тоже тогда спросили, что... То есть ты, когда потеряешь холодный кошелек и ввесит фразу, ты можешь потом через запрос напрямую в компанию его восстановить? И вот тут тоже люди просто... А как это вы можете восстановить мои данные где-то там из облака, как бы вы мне не рассказывали, как они защищены, тогда эта же идеология меняется? И эта услуга вроде по подписке работает, но... А они же откасались, нет? Нет, нет, они, насколько я знаю, не откасались. Фишка в том, что тебе не нужно покупать новое устройство, чтобы этой услугой пользоваться. Ты можешь подключить ее на старое. То есть аппаратно такая возможность уже вшита в твои устройства. Тебе лишь нужно подключить. Интегрировано было, это жестко, кстати. Вот в чем интерес. И такой, ничего себе. Это как это так? Поэтому Ledger, Trezor, это все такое. SafePal и 1K, ребят. SafePal и 1K. Да, вот ты ведь историю хотел рассказать. 2018-й, если не ошибаюсь, год, может, 19-й, не суть. Где-то там, где-то еще давным-давно. Был какой-то проект. Собрал очень много денег, и SEO этого проекта у себя на кошельке хранил все собранные средства. И он был единственный, кто имел туда доступ. То есть никаких мультисик и прочего не было. И он умер. И то есть там прям новости выходили, что проект перестал существовать. Ну, то есть абсурдность. Проект перестал существовать, потому что остальные работники этого проекта просто не могли получить доступ к средствам, так как SEO умер, и все ключи были у него. Блин, какая это чернуха. И вообще никак они вообще туда не попадут, не взломают и так далее. Это вот самое забавное, что я, наверное, слышал. Ну, как это так может быть? Ну, насколько все... Как бы люди не думали, что это же проект, там же так все безопасно. Там такие же дети сидят, которые вообще пофигу на какую-то безопасность и подготовку. Как говорил Воланд во «Мастера Маргарита», человек мало того, что смертен, он еще и внезапно смертен. Ну, ничего не скажешь, да, но такая ситуация нарисовалась. Я, правда, удивлен, что он банально не разделил, допустим, эту фразу между знакомыми. Типа 12 слов от кошелька, и ты можешь по 4 слова записать, и между тремя знакомыми раскидать. Ну, как вариант. Да, конечно. И потом... Конечно. Да, то есть такая ситуация возможна. Возможно, человек просто не думал, что его биржа проживет дольше, чем он, или там его проект, я имею в виду. Или делаешь мультисикс с несколькими подтверждениями для того, чтобы одного не хватило, и это... Это что-то на современном, я не понимаю. Тогда, как говорится, начали за здравие, закончили за упокой. Это был подкаст. Это был подкаст, да. Купил крипту, что дальше. Дорогие слушатели, изучайте криптовалюту, чтобы отличать перспективные активы от скама. И подписывайтесь на канал Кирилла. Он скоро выложит там обзор аппаратных кошельков. Подписывайтесь на мой канал также. Все ссылочки будут в описании под этим выпуском, если вы хотите узнать, как инвестировать эту криптовалюту. Да, обязательно подписывайтесь. А с вами был Кирилл Фролов и Дмитрий Климченко. Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok